Игры Яркие Вторые Европейские Скоро Дневника на Беларусь 1 И вот у нас в студии авторы и ведущие проекта Игры.бай Инна Пелевич, Андрей Козлов. Доброе утро, дорогие коллеги. Доброе утро. Это же такая лакомая работа дневники. Как это здорово. Как родилась идея создания и вообще попали и дневников европейских игр. Мне кажется, подоспел просто момент. Потому что сегодня до европейских игр остается ровно три месяца. И очень многое происходит вокруг этого форума. То есть начинают подготовки спортсменов и заканчивая тем, какую же огромную работу ведет организационный комитет. Сколько там человек? Вот я смотрю, Стас Липский, да? Да, Стас Липский, Кристина Камыш. То есть это наши соведущие. Мы будем меняться по парам. Хронометраж какой? 16 минут. Ну, надеемся, что и больше. Большой! И это ежедневно они будут выходить? Нет, ежедневно. Ежедневно. В июне будут ежедневные такие небольшие. Понятно. О чем вы там будете рассказывать? Это будет освещение мероприятий или вот за кулиси, бэкстейдж? Должны быть освещать все виды спорта. Да, то есть мы немножко отойдем. Это не просто какой-то рассказ о спорте, где мы будем говорить, что там счет 2-2-3-3. То есть мы будем погружаться. Вот, например, в первом выпуске я отправилась на тренировку национальной сборной по самбо. И, в общем, меня экипировали как надо, и я пыталась с ними бороться. Ну, самое главное, мне кажется, чему они меня научили, это как правильно сдаваться. Сдаваться? Да, то есть если вам сделали больно, правильно, Денис Додинский знает, что нужно либо кричать «А!», либо вот постучать своего соперника. Я не знаю зубного стоматолога, что я держу жарку и жму его, если больно. Сдаюсь. Сколько всего человек работает над проектом? У нас очень большая команда, на самом деле. То есть мы с Андреем одна пара, Кристина и Стас. Но у нас еще есть два замечательных режиссера, Настя и Маша, которые генерируют идеи, помогают нам. А, извините, Андрей, а Инна всегда вот так вот, да, не дает слово сказать? Я думаю, после тревки по самбо и по самбо. Все понятно. Андрей, это вот зависит от того, что я тоже, я все, а-а-а-а, а вот он мне тоже не дает слово. У вас в паре тоже так, да? Иночка, скажи, пожалуйста. Вы работали ведущей дневников детского Евровидения Лайтапа. Вообще, это же разная история. Вот есть какие-то переплетения, ну, канвы, вот как делать, да, структурирование самой программы? Или это будет совсем по-другому? Там детский музыкальный конкурс. Ну, просто приставка одна и та же. Евро, евро. Дневник, дневник. Дневник, дневник. Ну, у нас на самом деле принцип такой, как можно больше, мне кажется, жизни в кадре. Вот, Андрей, мне кажется, очень то, что ты даже сделал на первый выпуск, отличается от того, что мы обычно делаем на новости. Я там отправился искать Лесика, если интересно, по городу, и, в принципе, я нашел его. А теперь нам расскажет Андрей. И насчет дневников, вот, Лайтап, которые, да, Евровидения, как раз же идея вот наших дневников, вот, игры, тогда еще название мы не знали, но концепцию уже чувствовали в тот момент, что, во-первых, нужно освещать так интересные европейские игры, плюс вот как раз на фоне того, как выходили дневники, хотелось тоже такой живости, ну, спортивной именно живости. Ну, то, что я думаю, мы добились. Ой, у Андрея такой красивый голос классический. Он и комментирует, между прочим. Комментирует. Комментирует голос. Да ладно, давно ты не слышишь. Здесь, здесь. А, ребят, скажите, пожалуйста, вы уже отсняли сколько-то? Да, мы отсняли первый выпуск. Но все в процессе, еще и дальше уже, и в следующий выпуск. Да, и вот наши коллеги не снимают второй выпуск, я параллельно уже занимаюсь третьим. Ну, подождите, игры же не начались, не начались даже никакие квалификации. А подготовка идет. А подготовка идет. То есть вы показываете, что, о чем вот сейчас рассказываете. И для следующего выпуска, например, моя коллега Кристина Камышина отправилась с... Соборной по велоспорту. Да, сюда со сборной. Бежишь с факелом в руках. Вообще у меня все будет красиво, я... все будет красиво. Я верю, я верю. Вы тренируетесь, кстати? Я не подведу вас, дорогие. То... вы начали... вы начали... сейчас уже снимать материал. И закончите... вот как игры закончатся. Так и мы в отпуск пойдем. Ясно, все. Да, просто интересно. Пока, пока без... На самом деле, просто действительно очень много вот событий, которые скрыты, да, от зрителя. То есть мы знаем, есть там... Площадки, команды. Конечно, много интересного. И вот даже тот железик, который... ну, такие вещи. Много символики, много чего. Вот именно сейчас факелом занимаются, там такой будет эксклюзив просто. Я думаю, всем понравится. Сожгли, сожгли, сожгли. Сожгли что? Эксклюзив. Сожгли, ты держала большой факел, у тебя вот так вот рука не кивалась так от тяжести? Вы знаете, я что только с ним не делала. Да? Понимаю. Да, то есть я разбираю полностью процесс. Интересно. Да, но не могу раскрыть, потому что... Ну, хорошо, вы же планируете дальше. Насколько у вас будет глубоко погружение в каждый вид спорта? Или вы просто вот именно за кулисье, о командах, о людях, или же конкретно какие-то детали о видах спорта? Мы хотим синтез, чтобы было... Даже в первом выпуске, вот сегодня зрители увидят, как Инна действительно провела тренировку в составе национальной сборной. Это не так просто. То есть мы хотим через вот такое погружение показать людей, которые окружают этот вид спорта. И прежде всего не те, кого мы знаем по именам. То есть прежде всего все-таки люди. Конечно, интересно раскрыть как личность. Вы бы видели лица тренеров и вообще спортсменов. Представляете, вот стайки, профессионалы, они там борются друг к другу. И тут приходит какая-то девчонка. Ее учат как представаться. Кстати, мне преподнесло урок, потому что когда я делала одну программу, говорят, надо уметь проигрывать. Мне все время казалось, что надо уметь выигрывать. Когда первый выпуск увидим? Сегодня. Сегодня первый выпуск уже будет. После панорамы. После панорамы на Беларусь-1. Спасибо, удачи, ни пуха, ни пера.